здравствуйте друзья всех женщин поздравляю с прошедшим праздником хотя я считаю что прошедших праздников женских не бывает женщинам нужно дарить цветы всегда радовать их своей любовью своей заботой своим вниманием так что нам должно быть всегда хорошо мы должны быть всегда счастливы любимы и как бы окутаны заботой да нам так хочется и так должно быть праздник закончился вчера не могла снять видео были дети внуки приезжали то есть было маленькое чаепитие был чай как говорят чай кофе горячий шоколад все это было был и тортик я не пекла ничего мне дали возможность побыть как это побыть не кухаркой на кухне то есть был магазинный торт поэтому показывать нечего было тоже также и готовили муж готовил в основном покупали кое-что вкусненького то есть ничего такого к празднику не готовила сегодня уже 9 марта вот при цветочки подарочки весы покажу какие весы ну как же не похвастаться да сапожник без сапог не было никогда у меня таких маленьких тоненьких весов вот такие они сейчас покажу вот они такие ну как планшет прям видите как планшет электронные электрические как можно сказать правильно вот такие тоненькие совсем хорошенькие такие весы будут у меня теперь вот они так показаны лучше может видно туша отсвечивает подарили мне такие весы знали что у меня нет потому что многие пишут под видео под кулинарными видео многие пишут стаканы ложки надоели давайте в граммах хотя вы знаете много очень людей хотят стаканы и ложки потому что где-то говоришь граммы пишут нет стаканы и ложки лучше поэтому на всех не угодишь но ничего там где будут граммы будут граммы там где были ложки останутся ложки и стаканы не всегда это удобно не всегда это удобно весы потому что у кого есть там где не ну конечно же если нужно 15 грамм то как ложкой объяснишь правда а если стакан муки то понятно что стакан муки или стакан сахара так девчонки и мальчишки это я отвлеклась уже праздник закончился на дачу мы не поехали потому что на нас идет дождь у нас пасмурно хотела сразу вывести эти примулы на дачу высадить потому что в квартире у кого есть такие примулы в квартире они плохо растут они начинают усыхать увядать нужно вынести их сразу же на балкон вот праздник закончится то есть сегодня 9 завтра может уже вынесу просто на балкон а в принципе так как у нас было тепло вернее у нас есть тепло хотела отвезти на дачу и посадить но так как показывают морозы ближайшие ближайшее воскресенье то есть первым вот в это воскресенье я не помню как это число 15 по моему у нас 15 марта в крайнем случае сейчас вот показывают что с 15 марта у нас будут морозы и том и там показывают морозы до минус 7 обратите внимание у кого все это вышло уже земли также гортензия нужно опять будет накрыть но это будет потом а сегодня я хочу показать вам свою рассаду она даже не рассада только всходы пока было видео у меня когда я показывала как я сеяла перец даже не припомню какого сейчас а вот блокнотик возьму вот у меня блокнотик вот мой блокнотик все мои записи но не буду близко показывать у меня ужасный почерк так когда я сажала перец колобок посадка 11 февраля да это я перец колобок сажала и на 11 февраля были посадки и баклажаны я сеяла сейчас пойдем на балкон и я вам покажу в каком состоянии всходы и посмотрите на мои перцы это всходы получается сегодня 9 марта почти месяц я же говорила что я перцы не проращиваю я вообще семена никакие не проращиваю наверное мне это сложно не хочу сложностью я говорила там уже идут корешочки это уже проблема будет посеять нужно суметь не зацепить корешочки не оторвать не сломать поэтому я сею семена только на сутки замачиваю можно и не замачивать даже не я вам скажу некоторые семена я просто не замачиваю просто грунт сею и смотрите что я теперь буду делать вот допустим спрашивали меня почему по две семечки хочу показать посмотрите обратите внимание не все вышли по две семечки здесь две здесь две а здесь вот пожалуйста вот одно один сход и кстати очень нехороший всход почему-то ушки вниз запустил эти семидольки вниз хотя я не скажу что там сухо может холодно на балконе уже но в основном по одной семечке по выходила вон там тоже два вот два ну то есть если посадить по одной семечке то маловероятно что все у вас стаканчики будут с сходами поэтому две семечки смотрите без зазрения совести берем и лучше я лучше отставка оставляю смотрите вот у этого семидольки ровненькие видите какие хорошенькие этот мне уже не нравится какой-то он вот кривенький видите какой кривенький какой-то он кривой я беру и без зазрения совести на уровне земли вот так все потом я его уберу то же самое здесь здесь можно смотреть еще обратите внимание когда два вышло так вот что видно было на фоне стаканчика не видно наверное так поверну один покрепче какой из них лучше по высоте какая семечка сильнее хорошо я наверно не здесь покажу а вот здесь вот сейчас покажу там принципе ничего такого нет разделительного как бы там ничего такого нет чтобы крайности были а вот здесь посмотрите обратите внимание одно одно растение вышло нормальная вот так вот это нормально а это видите семечкой вышло я уже его оставлять точно не буду делаем ему папа все она уже будет ослабленная зачем мне она надо вот так оставила по одной по одному росточку баклажанчики вот с левой стороны там где буква а если видно это алмаз а это лунг поп некоторые тоже вот еще там семечками идут мне столько не нужно много пока я их не пикирую еще рано когда появятся настоящие листочки будем пикировать а сейчас пусть растут что еще показать саньку показывала я посадила без пикировки ранний под томаты санька и то же самое я сажала но называю сажала у нас очень темно ведь я покажу вам погоду набор на улице с балкона дождь капает водите гуляют немножко но он мокро видите как мокро так вернемся к нашим томатиком это ранний томат санька то же самое я буду выбирать вот возьмем этот томатик этот томатик уже что это этот томатик уже семидольки и на нем уже есть листик этот еле дышит мы его убираем убираем и убираем отсюда убрали оставляю одну посадила ранний томатик это санька это он 60 80 дней хочу рано посадить ранний ранний сорт чтобы рано-рано были свои томатики поселила колиус вот он густо-густо ничего страшного он все равно будет это у меня здесь пилорогоши мои пилорогоши череночки череночки у меня есть видео поищите есть видео я не показывала не повторялась вот высадила сюда в такой судочек как бы прямоугольный те хлорофитумы которые на проращивание оставила тоже в одном виде плошку прямоугольную пусть растут а уже повезу на дачу там буду рассаживать пилоргонии мои уже все принялись уже им по две недели я считаю что уже принялись вот я вам показала что еще что еще здесь у меня семена цветов и рядом же базилик синий видите синий а перемешка идет зеленого хотя нас на семенах вернее на коробочке хотя на упаковке был фиолетовый написано а идет пока зеленый ну может быть он еще поменяет цвет но хотя вряд ли а это мои цветочки посеяла я здесь и колокольчик и цинерария и готовник вот вспомнила там просто вот здесь описала сейчас переверну сейчас переверну покажу вот под номерами видите как я делаю вот темно на балконе очень темно на балконе вон там номера а в журнале у себя в блокноте я пишу что под этим номером у меня посеяно и так вот я понимаю все это лабелью посеяла еле-еле душа в теле выходит а это вышло у меня гипсофила очередной раз видите одна штучка вот в стаканчике посеяла посеяла потом сюда пересадила перчики вам показала еще некоторые перцы у меня на подрастание то есть еще только посеяла я говорила что я сею перцы в два этапа то есть этот первый этап у меня вот таком состоянии и ровно через две недели я посеяла снова персики но немножко еще добавила там сорт добавился у меня потом буду показывать когда уже вырастут в два этапа